Привет всем друзья! В конце 2020 года компания Meizu, которая уже говорится то на последнем дыхании, то пытается опять подняться, ранее выпускал очень хорошие смартфоны, наушники, выпускает новую модель Meizu Pop 2S. Как вы все помните, была модель Meizu Pop 2, я бы назвал ее очень популярной, однако многие жаловались, что был достаточно большой процент брака, отваливались то наушники, то кейсы, но тем не менее, любителей у нее было немало. Pop 2S поставляется в таких вот коробках, выпуск декабрь 2020 года, только в белом цвете, вакуумные наушники, два независимых наушника могут работать по одному, а IPX5 до 24 часов работает с кейсом. Также, как говорится, какой-то дурной пример заразителен. Вслед за наушниками Fisi White T12, которые поставляются сейчас без зарядного кабеля, с наушниками Pop 2S та же история, зарядного кабеля уже в комплекте нету, только комплект сменных амбушюр и все. Вот такой вот зарядный кейс, емкость 350 мАч, Type-C выход, емкость каждого наушника 55 мАч. Зарядный кейс выглядит вот так вот, приятно сделан, не люфтит, не скрипит, все закрывается и открывается хорошо. Сзади расположена кнопка, первый раз при подсоединении наушников в инструкции написано, зажмите кнопку, откройте кейс и зажмите кнопку на несколько секунд, и тогда наушники найдутся блютусом вашего телефона, либо телевизора, либо приставки. На кейсе имеется 4 индикатора, соответственно, если все 4 горят, полностью заряжен. Вот такой он, виден сразу же какой-то пыль, мусор, ну желательно, наверное, будет прикупить какой-то кейс, потому что сильно уж он глянцевый. Сами наушники выполнены в таком вот стиле, микрофоны вот здесь, вакуумные наушники, причем не модные сейчас с ножкой, а в стандартном вот таком вот капельном виде. При помещении наушников кейс на них загораются светодиоды. Так как наушники остаются подключены, когда закрываешь крышку, они отключаются от смартфона, либо от чего-то другого, и заряжаются. Открыл, видите, горят вот так вот диоды. Так как блютус у меня включен на смартфоне, они сразу же подключились. Мигать перестало. Если выключить блютус, вот так вот мигает все. Как только подключается, мигать перестает, когда подключено, не мигается. Meizu Pop 2S, есть SBC и AAC кодек. На полной громкости наушников хватило на 5 часов 44 минуты. На средние, думаю, протянут до 6 до 7 часов. Это довольно-таки хороший показатель, хороший результат. Инструкция на английском и китайском языке. Рассказывается, что здесь в комплекте. Кабеля, соответственно, нету. Для обнуления наушников, для сброса наушников, откройте зарядный кейс, вставьте туда сами наушники и зажмите кнопку на кейсе на 15 секунд. Тогда обнулится вся информация и индикаторы замигают 3 раза. Сенсорное управление хорошее, не сбоит на морозе. Единственное, что под шапкой, если вы будете носить шапку, конечно же, микрофоны будут прикрываться шапкой. Поэтому, возможно, звук будет немного хуже. Плей либо пауза, один тач на любом наушнике. Трек назад, двойной тач на левом. Трек вперед, двойной тач на правом. Ответит на звонок один раз на любом. Отбит звонок, задержать на 3 секунды. И голосовой ассистент, задержать на 2 секунды любой наушник. Bluetooth здесь версии 5.0. В общем и целом, наушники по звуку мне понравились. Хорошая громкость. Комфортно слушать где-то на 80%. Если даешь сотню, некоторым людям такое нравится. Не завышаются никакие частоты. В основном, иногда на других наушниках, высокие частоты очень сильно заглушают все остальные. Здесь такого не происходит. Равномерно увеличение. Достаточно и басов. Есть они хорошие. Средние проигрывают четко. Также все в порядке высокие. Переизбытка в высоких частотах нет. Сенсоры работают очень хорошо. Мягко, удобно нажимают. Сбоев никаких нет. Белого шума при проигрывании на малой громкости. Либо при паузе нет. Задержки в Ютубе нет вообще. Пабги маленькие, но есть. В Call of Duty побольше. Играть в Call of Duty, конечно же, нужны наушники получше. По поводу микрофонов. В тихом помещении вообще вопросов никаких нет. Наушники отрабатывают хорошо. Как будто немного даже глушат звук. Когда открываешь окно, что-то там пристраивается, перестраивается. То так как здесь всего лишь по одному микрофону, то ожидать чего-то суперского не стоит. На улице, конечно, звук будет похуже. Как слышно сейчас возле компьютера? Четко, ярко. Хорошо, да? Сейчас тоже хорошо? Да. Как слышно? Нормально, машин очень много. Я понял. А сейчас я одену шапку. Перекрою еще. Как сейчас? Хуже стало? Лучше стало. Лучше, да. Я понял. Каша, не нашел ты? Смущает только одно. Цена этих наушников. В Китае они стоили примерно 43-44 доллара, когда я их заказывал. За что платить 44 доллара, если есть конкуренты, допустим, те же Halo GT1+, GT1XR, либо какие-то другие, которые, в принципе, абсолютно не хуже этих. А в некоторых есть даже поддержка кодека aptX. Просто за логотип Meizu, за вот такие вот белые, ну, я бы сказал, конечно, красивый цвет. Но, тем не менее, переплачивать почти в два раза за сомнительное превосходство я бы не стал. Когда цена упадет поболее, возможно, вы рассмотрите эти наушники, особенно для женского пола. Они красивые, удобные, сделаны качественно, интересно, светодиоды красивые и все остальное. Качество неплохое, но не за 45 долларов или больше. Будем надеяться, что старший брат, который только-только вышел, это Meizu Pop Pro с ANC активным шумоподавлением, будет получше. Надежды возлагаем на него. Но, так как он и стоит за 80 долларов, я тоже сомневаюсь, что там будет именно на все эти 80 долларов какого-то качества. Спасибо, друзья. До встречи. Скоро увидимся.